Как вы знаете, Министерство энергетики вчера опубликовало проект решения об изменении цен на бензин и дизельное топливо. Это непростое решение, но мы вынуждены такое решение принимать. Если сейчас этого не сделать, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом горюче-смазочных материалов. В Казахстане очень высокий уровень потребления горюче-смазочных материалов. Например, если дизель взять, то на душу населения в год потребляется 370 литров на человека. В той же России это всего лишь 225 литров, в Кыргызстане 98 литров, в Узбекистане 44 литра или 8 раз меньше. При этом уровень потребления в основных секторах экономики серьезно не изменился. Это связано с ростом вывоза горюче-смазочных материалов в соседние страны транзитным автотранспортом и по серым схемам экспорта. Государство принимает все меры для того, чтобы увеличить объем производства горюче-смазочных материалов. За последние 5 лет производство бензина увеличилось на 70%, дизельного топлива на 33%. По прошлому году объем производства дизельного топлива составил 5,2 миллиона тонн. Это рекордный уровень, который никогда до этого не был. Наши НПЗ работают на пределе своих мощностей. Однако мы продолжаем сталкиваться с рисками дефицита ГСМ на внутреннем рынке. Это связано в первую очередь с низким уровнем цен внутри нашего рынка. Так, например, если взять дизельное топливо, то цена в зависимости от региона составляет порядка 230-260 тенге за литр. В России цена дизельного топлива на 45% выше или 345 тенге. В Кыргызстане на 64% выше или 390 тенге за литр. В Узбекистане почти в два раза выше или 480 тенге. В итоге наше дешевое топливо разными путями вывозится в соседние страны. В марте потребление выросло на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Если не сокращать диспаритет цен с уровнем цен в соседних странах, то мы столкнемся с дефицитом того же дизельного топлива в объеме 850 тысяч тонн по текущему году. Получается, что наше дешевое топливо работает не на наши национальные интересы, а работает на экономике наших соседних стран. Поэтому для стабилизации ситуации на рынке ГСМ мы должны сократить разницу в ценах с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов и также обеспечить в полном объеме потребности нашего внутреннего рынка. Другого пути у нас нет. По сельскому хозяйству хочу отдельно сказать, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным горючим смазочным материалом, удешевленным дистопливом на весенние полевые работы. Выделено 413 тысяч тонн удешевленного дистоплива. Это на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. При этом цена примерно на 15-20% ниже рыночных, в среднем 204 тенге за литр. То есть для сельхозтоваропроизводителей цена будет стабильная и не изменится.